21 ноября 2017 года эксперты Нижегородской государственной и сельскохозяйственной академии приняли участие в выездном мероприятии директор Центра безопасности дорожного движения Нижегородской области Гриба Иванова. Цель мероприятия оценить эффективность работы радаров региона. В 2018 году планируется закупка новых предвижных комплексов и стационарных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестках, заявил директор Центра безопасности дорожного движения Нижегородской области Гриба Иванова в ходе инспекции работы радаров с 1 ноября 2016 года. По данным регионального Центра безопасности дорожного движения с помощью передвижных комплексов с 1 ноября 2017 года было выявлено свыше 1 миллиона постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения на сумму более 603 миллиона рублей. Все средства от штрафов поступили в бюджет Нижегородской области. Комплексы позволяют не только фиксировать количество правонарушений, но и главное минимизировать вероятность возникновения аварий и их последствий. Устанавливаются они в местах, характеризующихся высокой вероятностью возникновения ДТП. Сейчас на территории Нижегородской области работает 78 передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПТД, благодаря которым в этом году было отмечено снижение количества ДТП на основных автодорогах, происходящих на следующих территориях. В Владарском районе снизилось количество ДТП на 10%, в Автозаводском районе на 85,7%, в Густовском районе на 8,5%, в Лысковском на 34,5%, в Далек-Сатиновском на 31%, в Шутковском на 28,6%, в Лухояновском на 22,2%, в Починьковском на 75%, в Богородском на 71%. В Павловском на 7,1%, в Балахнинском на 25%, в Городецком на 75%, в Красноваковском на 45%, в Городских округах на Вашинске на 25%, в Городе Буро на 33,3%, в Шахуне на 20%. По данным Центра безопасности дорожного движения, в 2017 году число выявленных дорожных нарушений с помощью передвижных комплексов увеличилось почти на 18%, по сравнению с прошлым годом. Так, по итогам 11 месяцев за 2017 году зафиксировано на 1000-2013 нарушений, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано на 996. То есть, студенческий актив МГСХ проявляет активность в плане выдвижения инициатив, где еще в регионе необходимо разместить радар, а также отмечает в интернет-проекте ОНФ карта убитых дорог, какие дороги нужно еще отремонтировать. Чем ниже скорость, тем безопаснее путь и для водителей, и для переходов. Также необходимо отметить и финансовую эффективность применения передвижных комплексов фото- и видеодексации нарушения ПДД. Так, необходимую для бюджета Нижеродской области. В Академии проводятся регулярные встречи с сотрудниками ГИБДД. Многочисленные студенты нашего УЗА, проживающие в разных уголках Нижеродской области, имеют и желание, и возможность внести свою лифту. Большое дело, снижение статистики нарушений ПДД и улучшение качества дорог области и города. Упрежденный продиктор по воспитательной работе и социальной политике НГСХ, кандидат технических наук, доцент Владимир Риманов.